шучу не нужно дуть на собака людей хорошо то сдует их как ветром не надо пугать вообще людей нам дым сам по себе он не нужен здесь это как обряд производится обряд имеет другую функцию дело в том что в этом почему человек должен дуть я сейчас вам объясню существует история которая очень часто встречается в древних индийских текстах когда бог создал человека то на этого человека начали нападать демоны злые дьяволы которых называли асуры а в древнем иранском языке ашуры ашуры начали нападать на человека дабы сделать так чтобы человек не был похож на божественную энергию и стал омраченным существом и после этого они умудрились воздействовать на глаза именно поэтому иногда то что видят наши глаза создает у нас предпосылки страдания на наши уши именно поэтому очень часто мы можем что-то услышать и это может вызывать наши страдания на наше тело именно поэтому наше тело омраченное ашурами потребляет пищу которая кушается вкусно имеет хороший запах а из него выходит некрасивое и невкусное вещество естественно это все называется элементом омрачения ашуров и сколько бы не хотели ашуры повлиять на воздух который вдыхает человек они так и не смогли на него повлиять таким образом воздух который вдыхает человек они запах который находится в воздухе является единственным не омраченным элементом в котором находится божественная энергия франа понятно поэтому единственное где человек работает вместе с энергией бога это тот ветерок который он выпускает из себя поэтому очищение божественной энергии это очищение в тот момент когда человек дует на что-либо поняли видели как батюшка и подул да почему подул особенность такая об этом все знают таким образом если человек создает поток воздуха с намерением то этот поток воздуха с намерением позитивным является элементом освещения и очищения поняли да таким образом по интересно да красиво полосить таким образом всем управляет или все омрачили эти проклятые ашуры где не взялись а вот мы можем зато при помощи своего друга большого бы осветить пространство и он нам поможет в этом большой бы надеюсь понятно кто бог вместе с ним он мой друг итак теперь уже и ваш и так в тот момент когда человек начал работать и начал и подул на пространство он должен представить что всюду куда дулась вот эта палочка все стало прозрачным то есть потеряла свою чувственную и эмоциональную психолог психическую структуру и теперь он должен сделать движение первое движение он должен сделать либо хлопок либо представить будто сверху засияло прямо солнышко или даже этого не нужно сделать вы должны представить будто в каждом предмете который находится в вашей квартире в середине появился теплый сияющий цвет свет как бы засветилась и середины чем теплом вот подумайте сами холодный умерший человек холодный человек он не создает никакого никакого передачи тепла если его положить рядом с собой в постель будете ли вы рады этому а если он специально умер как на зло а вы утром проснулись почувствуете в это наверное почувствуете по сон будет холодный а вы наверх заметили если человек не любит тебя или ненавидит то он очень часто по отношению к тебе холодный даже физически трогаешь его он как медузка или жабка такое бывало в жизни наверное не признавайтесь конечно же не было тем не менее даже когда мы сами там кого-то не любим то у нас тело знобит мы не любим жизнь тело знобит мы не любим мужчину или женщину тело знобит то есть это такие элементы неврозов как бы охлаждаемся поэтому в случае если вы принесете тепло в предмет или создадите тепло в этом предмете то он будет радовать сердце и глаз поняли радовать сердце и глаз это называется осветить предмет итак я хочу осветить свой телефон зажег палочку говорю сейчас я проведу ос освещение очищение этого предмета подул приставил будто сгорел и прозрачный после этого палочку потушил после этого представляя будто в нем появился на 1 2 3 елочка гори приставил будто из середины появился теплый теплый свет для того чтобы это закрепилась нужно зажигать палочку которая имеет цвет белый видите цвет белый она может быть и любого другого цвета палочка если она не белая вы можете взять обыкновенную муку облизать палочку или вмокнуть куда-то и после этого вмокнуть в муку и поджечь это будет считаться просто нельзя для освещения пространства зажигать палочку у которой цвет не светлый а темный поняли да сразу же вопрос андрей андрей зачем вы зажигали на морском курсе палочку темную я зажигал палочку темную потому что я работал с негативными злыми духами порчами проклятиями и там еще чем-то и после этого всех кто был на морском курсе несколько дней пахли так что не хотелось находиться в зале а помните это время а было кстати да нет я нюхал шли обниматься я делал такого нет у нас последний саман это мы на последнем дело это вы себе придумали когда я домой приходил то воняло все знаете извиняюсь что это так подробно рассказываю но я не мог остановиться и снимал одежду пять раз в день и это было как и никто и не один я знаете не один я потому что меняли все и марусь унюхали меняли и все это в нас начало пахнуть отовсюду везде и от нас и в квартире и так далее почему особенность работа с гневными энергиями тем не менее работая с гневными энергиями дома нам не нужно и мы можем очистить наше пространство и осветить его при помощи обыкновенной палочки если вам если ваша религия или ваше вероисповедание позволяет вам читать определенные мантры то я могу дать мантры которые позволят вам дополнительно увеличить элемент очищения и элемент освещения пространства хотите да и так мантра которые вы можете дополнительно помочь очистить пространство вокруг себя звучит так ом пиши же не там людям ом дальше а дальше слово американская big слышали большое big дальше сложное слово хнен х н е и н хнен то-то-то мара то ом а биг хнен то дальше 3 3 дальше то а хум и в конце хат очищают есть еще одна мантра она тоже очень быстро очищает пространство а также убирает сглазы и порчи в вашем бизнесе если он у вас есть подлива отливы и мандридов линиев на то сна делается это так человек должен сказать он должен сказать вам бам 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 четыре раза три раза бам 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 хум бхат хум бхат хум бхат кум бхат пыхат если это дома то вот этого достаточно если это в бизнесе то в бизнесе нужно сказать еще в конце слова СОХА или СВАХА. СОХА. Лучше СОХА. БАМ-БАМ-БАМ-БАМ, ХУМ-ПХА-ТСОХА. БАМ-БАМ-БАМ, ХУМ-ПХА-ТСОХА. БАМ-БАМ-БАМ, ХУМ-ПХА-ТСОХА. Если для человека... Любые негативные энергии боятся громких звуков. Можно похлопать в ладоши и... О, что-то упало. Похлопать в ладоши и сказать... БАМ-БАМ-БАМ, ХУМ-ПХА-ТСОХА. БАМ-БАМ-БАМ, ХУМ-ПХА-ТСОХА. БАМ-БАМ-БАМ, ХУМ-ПХА-ТСОХА. Подуть... И после этого провести следующую мантру, которая может осветить пространство. Эта мантра сложнее. Запишем ее. ОМ-СВА-БХА-ВА. ОМ-СВА-БХА-ВА. СВА-БХА-ВА. ШУ-ДУХО. ШУ-ДУХО. Записали ШУ-ДУХО? САРВ... ОМ-СВА-БХА-ВА. САРВА. ШУ-ДУХО. САРВА. Записали САРВА? ДХАРМА. Записали ДХАРМА? Еще раз. СВА-БХА-ВА. СВА-БХА-ВА. Да. Подождите. ОМ-СВА-БХА-ВА-ШУ-ДХО-САРВА. ДХАРМА-СВА-БХА-ВА. ШУ-ДУХО. ХАМ. ХАМ. Правильно, да, Саша? Пишите ХАМ. САРВА-СВА-БХА-ВА-ШУ-ДХО-ХАМ. Все правильно. НИХУ-МА-ХАМ. ОМ-СВА-БХА-ВА-ШУ-ДХО-САРВА. ДХАРМА-СВА-БХА-ВА-ШУ-ДХО-ХАМ. Таким образом, данная мантра, она осветит ваше пространство. Есть еще одна мантра, которая освещает пространство в семье. И семья может жить лучше за счет этого. Мы ее запишем. АХ-ВАХ-ХУМ-ХИМ. 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 Веселая получилась. А, да. ВАХ-ВАХ. ВАХ-ТАМ. КИКОБЛИС. АХ-ВАХ-ХУМ-ХИМ. Ну, это делается так. Вы зажгли палочку. АХ-ВАХ-ХУМ-ХИМ. АХ-ВАХ-ХУМ-ХИМ. И подули. Всюду. Можете поставить, чтобы догорело. Если вот такая супер-хит, то она очень вкусно пахнет. Естественно. Естественно. И дальше я вам могу еще один дать секрет. Он тоже очень универсальный. Создайте из своей семьи божество. Каким образом это можно сделать? Или из своего бизнеса божество. Придумайте любой элемент фетиша, которым может быть фотографии близких. Пишите, пишите. Создайте алтарь вашей семьи или создайте алтарь вашего бизнеса. который может являться обыкновенным элементом фетиша, который вам понравится. Это может быть вазон. Серьезно. Это может быть фотография ваших близких. Это может быть специальная картина, которую вы нарисуете в честь вашего события в вашем бизнесе. Допустим, очень красивое событие вашего бизнеса. Или вы считаете, что бизнес будет очень яркий и нарисовали руками какую-нибудь картинку. Или в честь этого, в честь вечного хорошего своего бизнеса, сделали какую-нибудь статуэтку из пластилина разноцветного. Поняли, да? То есть создайте элемент фетиша. В случае, если вы любите свою семью, и там сделали такую фотографию и поставили ее, эту фотографию, то вы должны каждое утро подходить к этой фотографии или подходить к элементу, который представляет ваш бизнес, зажигать перед ним вот так вот палочку и делать так. Поняли? Пожалуйста, пожалуйста, символ можете придумать. Не напрасно есть символы семьи. Я даже рекомендую придумать символ семьи. Вам в этом может помочь мой семинар, который называется «Изготовление символов и знаков». Вы его можете приобрести. Да, интересно. Таким образом вы можете создать для себя правильные символы, а также научиться читать правильно символы, которые видите вокруг себя. И после этого создать вот такой вот алтарь. Рядом с этим алтарем должно быть чисто. Это может быть очень красивое какое-нибудь покрытие в алтаре, в спальне. Поняли? И вот утром поцеловали любимого мужа. После этого подошли к этому алтарю, где есть изображение ваших прекрасных детей или непрекрасных детей, ваших прекрасных родителей или даже непрекрасных родителей, только живых. Мы не поклоняемся мертвым. Это нужно запомнить, кстати. Мы в нашей школе не исповедуем те системы, где люди поклоняются давно жившим людям. Наша система называется «Калачакра-тантра». То есть это знание управления времени. «Калачакра-тантра» говорится о том, что если человек умер, и ты ему поклоняешься, значит ты обожаешь мир мертвых и мечтаешь побыстрее в нем оказаться. Поэтому если он жил когда-то, то тогда мы ему не поклоняемся. Будда жил, мы ему не поклоняемся, он умер. Иисус Христос жил, жил, мы ему не поклоняемся, он уже умер. Кришна жил, жил, умер, умер, мы ему не поклоняемся. Поэтому любому элементу, который жил и после этого умер, мы этому элементу не поклоняемся. Какой бы он хорошей жизнью, не жил. Это было тогда, а это сейчас. Поняли, да? То есть если человек живет, то лучше поклоняться ему, если он умный. Потому что если он умер, а что, так мечтаем умереть? Почему? Я знаю, там поклоняешься цветам, наверное, хочешь, чтобы вокруг росли цветы. А поклоняешься смерти или умершему человеку, мечтаешь о загробной жизни? Разве это сильно хорошо? Ребята, не задавайте мне компрометирующие вопросы. Давайте разрежем человека на кусочки или высушим его целиком, покладем его под землю. Это будет называться сатанизмом? Как это нет, если да. И после этого будем залазить под землю, становиться на колени и поклоняться высушенным людям. А это же называется как? Конечно, мы не должны им поклоняться. Мы можем увидеть, но не должны. Не ставить палочки, не делать вот так. Потому что тем самым, вы поймите, когда открывается мир мертвых, он тоже существует, из него выпадают голодные души, которые не могут переродиться. Они становятся гневными существами и гневными божествами. Именно поэтому люди между собой начинают злиться постоянно. Вот Света не даст соврать. Когда вынесли гробы, когда была вот эта оранжевая революция, я сказал, нас ожидает война. Ты помнишь, это было в Египте за полгода до того момента. А все признаки того, что война должна была произойти, были три года назад. И об этом я широко говорил у себя во время проведения моих семенов. И будет много смертей, будет гореть и так далее. Естественно, сейчас я могу сказать, если люди поставили для себя целью молиться людям, которые давно умерли, то они молятся смерти, ребята. Не нужно молиться смерти, нужно молиться радости жизни. Тогда жизнь будет давать свои плоды. Таким образом, если человек без конца молится о смерти и мечтает о ней, и мечтает о том, как после смерти он будет там существовать и будет радоваться, тогда жизни счастливой у него, к сожалению, не будет. Но это не все. Он открывает калача, кратантру и разрушает людей, которые находятся рядом с ним. Если бы меньше людей поклонялось смерти, жизнь была бы более яркой. А так как смертей много выпадает, знаете, то тогда это как бы бесконечно. Те эволюционные ходы, где люди поклонялись смертям, они все закончили свой процесс эволюции. Вспомните, невероятная по своей силе Египетская империя, после того, когда сделала из божеств людей, которые умерли, империя умерла, вода перестала течь. Ацтеки, которые поставили в виде божеств тех людей, которые жили и начали им молиться, умерли и целая империя людей, которые населяли Латинскую Америку и место, где сейчас находится Америка, эти люди тоже умерли, хотя империя была очень большая, глобальная, оставила после себя широкий след. Абсолютно любая система, которая поклонялась в виде божества человеку, который умер, вспомните Советский Союз и Ленина, да? То есть там, где поклонялись. Почему мощная культура Киевской Руси перестала существовать? Она перестала существовать после того, когда начали появляться мощи в Киевской Руси. Понятно? Да, конечно же, умерший человек, это же кощунство сделать, из человека, который страдал, после этого высушить его, как гербарий, и положить его где-то под землю, и ходить еще, и там молиться. Спаси, что у вас выйдет из гроба и спасать начнет. От чего спасать? Что от жизни спасать, друзья мои. Мне так хорошо живется, спаси меня от жизни. Выйди из мира тьмы и забери меня побыстрее к себе. Где-то это вот так и выглядит. Конечно же, об этом никто не скажет. Вы меня скомпрометировали, я ни при чем, меня заставили. Ну, я не советую читать Махамантру. Давайте сейчас, почему? Потому что Шри Бабхупада жил раньше, и сейчас он не живет, понимаете? Таким образом, подключаясь к энергии Шри Бабхупады, поклоняясь ему как божество, будет тоже распад. Пока Шри Бабхупада жил, возможно, ему можно было поклоняться и говорить, что этот человек является там человеком, который...